И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа, ученики наши. С вами Олег Алабудвин, великий популяризатор массажных технологий и других телесных практик на всем русскоязычном пространстве интернета. И сейчас мы проходим тренинг по мануальной терапии и давайте рассмотрим приемы диагностики. Диагностика бывает разная, аппаратная, ну в принципе это имеется ввиду МРТ, рентгенограммы, КТ. Если к вам приходит клиент, то в принципе ваш профессионализм от этого зависит, чтобы он принес вам вот эти вот рисунки с описанием, да? Чтобы он знал, она мне свои болезни, да? И тогда вы оцениваете. И потом в процессе лечения еще раз, несколько раз можно его послать, например, на МРТ, чтобы проследить в сложных случаях в динамике, как идет процесс лечения. Вообще влияет ваше воздействие на него или не влияет, да? И надо прогреть побольше, сеансов сделать. Но если этого нет, то достаточно, ну если нет там МРТ, то в принципе мы можем методом пальпации узнать практически то же самое. И иногда даже точнее, чем эти рентгены. Они нам как бы только больше как подсказка на нашего собственного изучения человека. И вот сейчас вот Луцея, да, Луцея нам будет ассистировать, мы на ней посмотрим, с чего начинается диагностика. Сначала начинается с визуальной диагностики. То есть мы просто, там пришел человек, и мы сразу видим. При определенном опыте это уже видно по улице, идет человек, да? И уже видите, ага, вот у него там бедро ниже, вот эту пятку подгибает, вот он там, кривошея у него, да? Это вот иногда сразу видно, то, на что мы будем воздействовать. Вот сейчас опустите ручки ровно, смотрим, видите? Так, поднимаемся на камеру, чтобы лицом было не видно. Видите, у нее укорочена шея и кривошея голова наклонена вот сюда. Проверяется это еще лучше, когда мы попросим человека наклонить голову вперед, подбросну к ключице. Поднимите голову ровно, наклоните еще раз. Ну и, соответственно, видим, что от оси общей позвоночника, да, общего тела, все должно быть идеально, прямо, вертикализовано, да? У нее наклон головы идет вот сюда, влево. Соответственно, скорее всего, вот эти мышцы и фасеточные суставы, либо мышцы напряжены, да, либо боль в фасеточных суставах. Для этого проводим некоторые тесты вертикальной компрессии. Ну, например, на прямой голове, да, вот я нажимаю. Болит у вас? Нет? Нет? Шея не болит? Нет. Тогда поворачиваем голову чуть-чуть влево, наклоняем чуть-чуть влево. Таким образом мы смыкаем пластины фасеточных суставов. Вот этих вот, да? И опять компрессия сверху. Проверяем. Болит? Нет. Слева? Нет. Справа проверим. Не болит, да? Да здесь немножко есть. С этой стороны здесь, да? Вот. Пропальпировали. Также мы узнали, где, какие мышцы напряжены. Справа чуть напряжения. Вот тут болит, да? Справа больше. Видимо, потому что за счет того, что тут идет укорощение, да, то эта мышца постоянно напряжена. И она болит. Может быть, человеку продуло, конечно. Это, как бы, ну, 90% случаев с шеей бывает. Существует, если человек за рулем, либо под конституционером сидит. Далее проверяем повороты. Поверните, вот, вот, от центральной садись, смотрите, что прямо, да, от центральной длины теперь поворачиваете голову просто в правую, правую плечу. Вот, поворачивается. Хорошо, ну, не на 90 градусов, градусов, так на 80 получается, да? Здесь просвет, нет, понимаете, здесь просвет. Я чуть увеличу, ну, два пальца входит, это нормально. Но самое главное, чтобы было семейтично с другой стороны. Повернуть прямо, да, теперь сюда. Так же входит два пальца и поворот, в принципе, такой же, да. То есть тут проблем нет. Теперь проверяем наклоны. Сами не делайте, вот, чуть-чуть вот так. Сюда вхуд, наконяется сразу, натягиваются мышцы, плечо поднимается вверх. Значит, мы будем больше работать с этой частью. Здесь, когда вот мы поворачиваем, тут важно понимать, что мы не кладем голову на плечо, да, под этим ухом тянемся, а наоборот стараемся потянуть вверх, выше, как бы, вот такое движение идет. И когда поворачиваем голову, ну, вот, может, так провернуть, да, а может, провернуть немножко, сейчас я сообщу, чтобы поверну, вот так. Не больно? Немножко больно. А тут? Нет. Тут нет, да? Хватит больно, а справа? Да, больно. Да? Вот справа. То есть вот эти посетящие суставы, значит, больше повернули справа. Это может привести к использованию артрозу, к артрозу вот этих посетящих суставов. Дальше смотрим. Она немножко поднимает плечо. То есть мы смотрим по некоторым, так скажем, реперным точкам, да, вот уголки плечей. На одном уровне или нет? В данном случае на одном уровне, да? Смотрим по, ну, если спереди, там, по ребрам. Смотрим по, ну, это надо уже на голову, на голову смотреть. По бедрам, да? Высота бедер. Так, ощущается, что, ну, право, бедро выше. Не знаю, это на камере, видно или нет? Ну, с ними, пустаясь, нет. Видно, да? Сейчас мы снимем. Сначала давайте еще визуально попробуем. Так, теперь опустили руки, да? Ровно футболку повесили. И пошагается на месте, вот так, высоко поднимают колени. Медленно. Вот, смотрим, даже в одежде будет видно по складкам, как они слева, справа натягиваются. Еще шагайте. В данном случае все ровно, симметрично, да? Но и раз бывает, там тянется, там тянется с одной стороны. Ну, большую ткань, футболки там или маечки. Далее смотрим по уровню глаз. Глаза на одном уровне или нет? Горизонтально. Потому что у нас бинокулярное зрение. Мы должны все видеть, как бы, в стерео-режиме, да? Для этого у нас глаза должны находиться, ну, относительно горизонта, на одном уровне, да? На одном высоте. Но если человек, ну, у него больная шея, например, да? У него голову сюда. То у него получается, может произойти так, что глаз с этой стороны поднимается выше, а с этой ниже. То есть, кости черепа смещаются. Проверяем кости черепа. Отсюда видно, что вот сюда челюсть повернута больше. Вправо, видите? Тут лицо увеличено. Вот про что я вам говорил. Да, то есть, глаза стали на одном уровне за счет того, что эта половинка черепа, она стала увеличена. Ну, мы все несимметрично. В принципе, это не так критично. Не пугайтесь, пожалуйста. Никак. Это не страшно, но вот, значит, нам нужно будет поработать с челюстью. Проверяем челюсть, по количеству нам зубы, сапсунгнутые. Так, зубы смыкаются практически ровно. Это мы смотрим по передним резцам и верхним и нижним, да? Они должны соприкасаться вот с этой расщелиной, между ними, в бровень. Здесь идет не вровень, что-то, кажется, зубы. То есть, нижняя челюсть чуть сдвинута вправо, что подтверждает, что вот эти скулы укорочены, да? Теперь откройте рот, закройте. Когда закрываете, зубы покажите. Открывайте рот, открывайте. Откройте, закройте. Помягче, можете, без напряжения, еще раз. Открыли, закрыли. Ну, через ходит ровно. То есть, если было бы смещение челюсти, она бы отходила в боку, так. Мы бы видели, либо при закрытии, либо при открытии. Проверяем по месту соприкосновения челюсти, да, вот таким суставом. Открывайте, закрывайте, 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 закрывайте. Вот тут неровно. Здесь хорошее сжатие идет, а здесь она выскакивает. Тут через боли мобильная, она из своих суставов, получается, челюсть туда-сюда. Все это все равно выскакивает, вот так, входит туда-сюда. Далее смотрим, например, по сколиозу. Соедините руки вот так. По вот этим просветам. В данном случае одинаково, нам кажется, да. Теперь закройте глаза и соедините руки прямые, вот так. Все, открывайте глаза. Открывайте. Все, расслабьте, расслабьте, расслабьте. И мы видим, что у нас соприкоснованные руки, у нас большие пальцы, о, смысле, пальцы слева больше торчать, чем справа, да. Соответственно, сколиоз все-таки присутствует, в малой степени оно присутствует, да. Скорее всего, это плечо подается вперед. Все, расслабьте. Это плечо подается вперед. Значит, сколиоз в грудном отделе будет левосторонний. То есть, эта рука как углиняется, да. Теперь покажите язык, чтобы она просто высванется вниз. Сами вы понялись, да, убрали язык. Мы с ним еще раз. Убрали. Немножко видно по форме языка, там внутри, что с правой сном, как бы, за половиной, да, состоит. Что правая часть языка, она тоже припоринка выше, она вернее чуть-чуть, да. Тоже это влияет сколиоз грудного отдела. То есть, грудные мышцы, они влияют на горталь, на язык. Машина, грудной переход, скорее всего. Теперь проверяем локти сзади. Получается. Вот. И смотрим по вот этому расстоянию. Соответственно, видно сразу, тут рука входит свободно. Здесь входит только три пальца. Три пальца, как вот, видите. Значит, сколиоз правосторонний, ой, левосторонний, да, то, что подтверждает наше предыдущее исследование. Поэтому, урок же вот туда вот выходит, чуть-чуть, 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 в сторону. Далее, давайте снимем фейсболку. Уже в более детальной диагностике переходим. Опять же, видно, по лёбрам, вот, если сколиоз есть, да, вот там сейчас ребра будет опущено ниже. Вот это вот, слева опущена ниже получается. Поворачивайтесь к нам спиной. Здесь нам нужно посмотреть, чуть-чуть, по вот этим вот ямочкам. Это остистые кости. В соответствии, мы рассмотрим относительно вертикали. Вот, вот, он вот, находится. Относительно вертикали на одном они высоте или нет. И относительно них мы проверяем крестец. Он также находится на вертикале, который должен треугольник. И проверяем верхний гребень, воздушную кости сбоку. То есть накладываем руки именно вот так. Ложим руки. Ну, опять вот, я чувствую, что правый гребень таза, да, он получается выше. Вот, сделаем шаг назад, чтобы поточнее посмотреть. Так, и теперь попросим человека опустить голову вперед. Плечи тоже опускаем вперед. Скругляем спину сюда. Я держу здесь руки на вот этих ямочках и на тазу. И наклоняйтесь вперед теперь. Нет, подождите, выпрямитесь. Чтобы не упали, лучше расставьте ноги чуть-чуть пошире. Вот, и когда наклоняйтесь, руки свешиваются вперед, как будто бы перед носками своими, да, хотите ли поснуться земли. Наклоняйтесь, стоп, 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 не так быстро, не так быстро. Назад. Сглобившись и медленно. Стоп. Вот уже видно, да, что пошло, во-первых, холм вот этот, видим, да, во-вторых, вот этот плечок выше лявна, видите, тут меньше подвижность. И, как, еще чуть согнитесь. И вот эта реберная туга, она получается тоже выше, с кривой стороны. О, справа-справа получается, да. Значит, смотрите, ребра, позвонки, которые ротированы вправо, да, мы определили, что у нас кривой, скорее всего, в одном отделе, левосторонний, да. Они ротировались, а стистоотростки, а тело позвонков ушло наоборот, вправо, да. И вот тело позвонков выдавливает ребра вверх, получается, да, с этой стороны. Так, опускаемся еще ниже. Опять подтверждается, что мы уже на средней части, но она делает, так же ребра торчат. Еще ниже. Слухому слову, хорошо, ну, здесь, еще ниже. Все, здесь, в принципе, ровно. Ну, есть люди, у которых позвонки астистоотростки там торчат, они вообще очень удобно, под этим пациентом вообще очень удобно, за счет анатомию даже. Так, распрямляйтесь. Вот, я сейчас обращаю внимание на вот эти вот точки. Да, куда вы теперь, прижимая пальцами. Чтобы было лучше видно, можете ногтями так немножко прижать, почувствовать, да, где они находятся. Либо фломастером нарисовать. То есть, для себя фломастером делайте пометку. Ну, вроде на одной высоте, да, я, может быть, не очень точно нарисовал, ну, чуть-чуть, там буквально с миллиметров, эта часть выше. Теперь так же наклоняйтесь, сгорбившись, голову повесили, сгорбившись, вверх, 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 наклоняйтесь, наклоняйтесь, вниз, вниз. И мы визуально видим, что, вот, смотрите, насколько поползла эта точка вверх. Она стала выше, вот эта точка, видно вам, где-то, с этой стороны. Она стала выше, но вот на ширину фломастера, да, а была чуть ниже, да, теперь вот, опускайтесь вниз. Ну, в смысле, вы уже, извините, вы укрепляйтесь обратно, да, вот они выравниваются. То же самое, мы по идее должны чувствовать нашими пальцами. Как ходят относительно крестца, да, вот этого сошеления, крестцов поддушного сошеления. Как оно туда-сюда вот двигается. Как правило, бывает, с одной стороны оно нормально, мягкое, да, поворачивается, а с другой стороны оно скачет вверх. Поднимается, проверяем, еще раз, наклоняйтесь вперед, да не так быстро, наконец, наклоняйтесь, да, поудобнее, наклоняйтесь. Вот, так, выпрямитесь, сейчас почему-то вы стали наклоняться налево больше. Неудобно, что ли? Неудобно. Так, немножко так, стыкнитесь, чтобы это симметрично было. Или вам диван мешает, да, полшага туда-сюда? Наконяйтесь симметрично, еще раз. Давим сильно, да, и чувствуем на цветочке. Оооо, видите, все-таки налево, это у нее привычка, то есть это у нее, понимаете, да, это приобретенное. Она наклоняется налево всем телом, да, всем корпусом. Вот эта часть идет выше здесь, да, но тем не менее, а вот эта закуплена, да, потому что кость, она жестко закуплена. Как правило, сколиоз, да, соответственно, мы чувствуем, если у нас с этой стороны, как вот, конкретно, похоже, да, уже видно, что справа бедро ваше, чуть, бедро пока таз, чуть выше, да, то, соответственно, с противоположной стороны будет еще чуть выше. Еще раз проверяем плечи, оставьтесь. Ну, вот, не видно, что она выше, да, но она как бы подтянутся, вот эти мышцы укорочены, то есть, не надо сказать, что она выше, да. Вот, тогда переходим к тестам сидя. Вам нужно будет сесть с этой стороны, спиной туда. Когда человек сидит, мы исключаем длину ног, да, то есть, он сидит на себя, что простят свои, да, и мы проверяем конкретно, вот уже здесь. Относительно. Вот, наклоняйтесь, вперед, с корпуса может наклониться. Сколько нужно, вперед, вперед. Собоите, что упадете, проценте назад, подальше, что они не сидели, да, все, наклоняйтесь, все, назад, еще раз, наклоняйтесь, назад, вот, что подтверждается, сейчас, опять, то, что мы видели сидя, да, вот этот таз, он вот так вот ходит более активно, чем с правой стороны. Теперь проверяем, голову, наконец-то, как ключица. Седьмой шейный позвонок, да, и первый грудной, они, как правило, самые выступающие. Их легко нащупать, обычно, там, у других людей сразу нет. Вот они, да. Ну, и шестой позвонок, тоже достаточно, достаточно выступают, да. А вот уже пятый, четвертый, третий, их практически не нащупаешь, они где-то там, внутри, в любви не находятся. Как понять, шестой это позвонок или седьмой? При наклоне, наклоняйтесь, в голову. У вас это вообще достаточно тяжело все прощупывается. При наклоне, он точно виден, да, мы накладываем палец, и вот чувствуем все эти позвонки. Теперь, выпрямите голову. Вот. Шестой позвонок уходит туда, при упрямлении он уходит вперед. Еще раз наклоните, еще раз поднимите. Так, а вот это, получается, седьмой позвонок. Он подвижен относительно первого позвонка, грудного. Вот два признака, наклоняйте вперед голову, поднимайте вверх, наклоняйте. Вот, он подвижен. Теперь поднимите вверх голову, поворачивайте влево, вправо. Вот, и мы чувствуем, что он ходит туда-сюда, при повороте, да, а этот неподвижен. Потому что он закреплен уже более жестким ребром, и первым ребром, да. Далее, предлагаем пациенту, ну, то есть мы определили, да, что, скорее всего, у него есть сколиоз. Сколиоз идет на буртом отделе вот так, здесь, ну, влево, здесь вправо. Теперь положим, что это на стол, ложитесь сюда головой, на живот. Выравниваем его руки из-под себя, вытаскиваете, либо вбок, да, головой будет удобно. Выравниваем, что это сами симметрично, потому что, мало ли, он может лечь неудобно, может просто там, живот его большой мешает, он заваливает склоняюсь на бург, да. И смотрим опять по точкам. Забыли стоя посмотреть уголки лопаток, ну, соответственно, нам надо было стоя проверить высоту лопаток слева-справа, да, высоту плечей, например, на отростку слева-справа, да. Высоту вот этих тазовых костей справа-слева, да. Теперь идем снизу, то есть, если у нас искажения, вообще центр, искажение начинается с вот этого, с крестца, с точки R5-S1, что называю камнем преткновения, да, откуда идут все искажения вверх и все искажения вниз. Но, опять же, искажения могут пройти и от Атланта. Если Атланта повернут, да, то, как правило, всегда это отражается и в нижней части позвонка. То есть, мы делим примерно позвоночек на две части. Шейный отдел, да, если вверху шейного отдела что-то повернуто в одну сторону, то внизу будет обязательно повернуто в другую сторону. И праздник в таком случае начинаем именно сверху. Также, если в шее повернуто что-то, например, вправо, да, то, скорее всего, в нижней части поясничного отдела или в нижней части отдела будет повернуто в левую сторону, в противоположную. И отдельно грудной и поясничный отдел, да, если сверху что-то повернуто в одну сторону, ну, допустим, в левую, да, то обязательно будет повернуто вправо в нижней части позвоночника. Вот что формирует у нас сколиоз, да, если вот у нее, мы, например, тут положили, что тут позвонки, пока еще не знаем конкретно какие, да, может вообще два-три позвонка, да, может быть это, вся поясница повернута вправо, а здесь тогда влево. Но также на эту точку может влиять наша опорная опора в землю, это ноги, да, поэтому проверяем ноги. Первая точка это внутренний уголок бедной малькости, не бедной, а малогерцовый, большой герцовой косточкой, да, внутри, ну, я себе уже показывал, да, внутреннюю косточку. Если ее визуально не видно, ну, если можете посмотреть сверху, если хотите, то прощупываем пальцами с внутренней стороны. Вот, тут сразу видно, что вот эта нога получается длиннее, буквально даже сейчас скажу, ну, где-то миллиметров на 7. Обе пятки подвернуты внутрь, нам самое главное, чтобы было симметрия. Проверяем по длине пяток, эта пятка опять торчит сюда, поднимаем вверх, таким образом исключаем суставы коленные с бедрами и тазобедренные суставы. Мы исключаем, просто смотрим от природы, голен у нее разной красоты или нет, или это приобретенное. Смотрим здесь, здесь выровнялось, пятки выровнялись, кончики пальцев здесь даже больше стали. Ну, тоже, это еще не совсем погодать, может быть, пальцами ее подобно, либо косточка. То есть, новые кости больше торчат, ну, почти одинаково. Вот, если здесь они выровнялись, да, то, соответственно, это неврожденная. Значит, голени изначально одинаковой длины. Опускаем обратно, на носочки так вставайте, щупаем и видим, что так они увеличились, углинились, да. Соответственно, вот мы понимаем, что вот это бедро, оно ушло назад, вниз, вниз получается, да. Потому что к бедрам крепится, соответственно, к бедру, да, к тазу крепится бедро. Если у нас, ну, так это продемонстрирую, вот этот крестец, да, вот эти вот две тазовые кости, да, которые обнимают наш организм, к ним крепятся ноги. Вот так вот. Если одна нога в один развернут вверх, относительно крестца, а у нее, помните, мы левую смотрели, левую ходит туда-сюда. Соответственно, вот эта нога укоротилась, вот она поднялась выше, а эта ниже. Так что проблема, скорее всего, в общем-то, идет не в том, что эта нога длиннее, а в том, что эта нога короче. Понимаете? То есть, нам надо будет тогда работать с этой ногой, вытягивать эту ногу. Удвиняйте. Удвиняйте. Да. По длиннее тебе сделаем. Ну, и, соответственно, смотрим теперь сами позвонки. Вот точка, где начинается копчик, да, на самом деле крестца. Вот L5S1, где соединяется, да, смотрим вот эту точку, да. Вот эти ямочки проверяем. Ямочку опять видим, что она ниже. Вот эта часть, как я говорил. Вот относительно вот этот прямой. Смотрим вот эти расстояния. Получается, что вот, ну, незначительно у данного пациента, да, но вот эта часть, этот отрезок дороже получается, чем этот отрезок. Ну, вот эти отрезки. Тут визуально очень тяжело определить, но они практически равные получились, да. И нам самое главное видеть теперь симметрию. Вот точку, вот точка. И дальше прощипываем все позвонки. Можете прям рисовать на пациенте, да, где есть какая-то проблема. По идее, вот пока все позвонки идут ровно. Хотя не очень ровно. Вот тут идет ротация. Все-таки в ту сторону идет ротация. Я, подобно, сейчас не буду рисовать, но, в принципе, там, если... Как мы проверяем? Нельзя по одному позвонку понять, по одному ассисту отростку, которому нащупать, да, нельзя понять, на месте он стоит или не на месте. Нам обязательно надо проверить относительно соседних. Как минимум один-два сверху, один-два снизу смотрим, да. Поэтому проверяем, чтобы вертикальность у них была на одной оси. И также вращение, ну, сублюксация, то есть, по-моему, он так либо так, да. Попустим вокруг него и смотрим, в какую сторону он может выпирать. Немножко все-таки вот эти вот два позвонка, он чуть больше выходит. И даже, да, чуть больше выходит они к правой стороне, получается вот сюда. Так, поверните голову в противорожную сторону, вправо, вправо теперь, да. Вот, когда голова была поверта влево, у меня не такой уж сильно сколиоз, он буквально какие-то небольшие начальные стадии, да. Видимо просто из-за того, что механически вот этот нога ходит больше, да, таз ходит больше. И, соответственно, нога укорачивается, и за это все подстраивается. Вот, получается, что вот так сколиоз чуть-чуть виден, да, когда голова лежит вот сюда. Если голову положим влево теперь, вот, он распрямляется. То есть, это практически даже не сколиоз. Вот, вот эта косточка повернута сейчас сильно вправо. Вот, скорее всего, D1. Так, теперь берите голову влево вправо. Вот так она выравнивается. Вот эти позвонки чуть-чуть ротированы влево. О, да, влево включается. Седьмой шейный. Теперь поверните голову влево. Вот эти машины уезжают туда, сразу подавлево поверну. Вот, небольшая просто нестабильность. Нельзя сказать, что там, что тут критично у данного человека. Вот, теперь повернитесь на живот. Влево спину, дальше влево вверх. И, поскольку мы проверяли длину ног с той стороны, да, выключая как бы только из работы нашей визуальной. Только бедра, да, теперь мы, ну, до сюда, да, для алкогольной. Теперь выключаем выше. То есть, нам надо посадить, сейчас она лежит на крестце. Вот тоже видно, что вот эта косточка чуть ниже, то есть, это надо длиннее, да. Смотрим по пяткам. Пятка длиннее выступает весь носок. Там же вот, даже вам, наверное, видно, да. Вот, и по носкам смотрим. У нас поединок вот. Вот, теперь разворачиваем таз таким образом, чтобы она сидела теперь не на крестце, а лежала, соприкосался со столовым крестом, а седаешь на пусть вот это, да. То есть, получается, вверх на сочинение у нас не будет работать. Мы только проверяем вот это сочинение. Садитесь, я ногу держу на попу. Сели до спинку, ровно держим. И смотрим по ногам. Косточки опять выровнялись. Пятки, пятки не выровнялись. Но тут еще видно, что вот эта пятка подгибается. Травм не было. Не помните, может быть, с детства может быть травма была. Кто-то там обжег ногу, да, кто-то там ломал. Чиколотку. То есть, может быть, это из-за травмы. Но, по крайней мере, мы увидели, да, что причиной является крестец, да. То есть, мы таким образом увидели, что, во-первых, это не врожденное, да, потому что выравниваются ноги, да, а приобретенное. И, соответственно, приобретено не в этом месте, не в этом сочинении, не в тазобедренном суставе, да, а в крестцово-поздорове.